...выглядит ли Корчимарский сейчас виноватым, переживает ли второй пропущенный мяч, решайте сами. На повторе лицо, по крайней мере, ледовце было видно хорошо. Ковыч на ближней штанге просит предособенную передачу к Бояринцу. Пас дальше пошел. И пенальти, по-моему, попадает мяч в руку. Не только пенальти, но и красная карточка. И красная карточка за второй горчичник Жанна. Старые друзья по Сатурну сегодня не доиграли этот матч до конца. И Жидер, и Жанн. И опять, да, какой поворот в матче, коллизия. Одиннадцатый горчичник Жанна. Давайте посмотрим еще раз повтор. Вот смотрите, рука. Совершенно отчетливая пять, посмотрите, проигрывает Жан Павлюченко в борьбу. Вот все дуэли, которые были в этом матче, и не только против Павлюченко, но в основном именно против него играл шестой номер. Артиномовцев, он своему сопернику проиграл. И Моцарт будет бить пенальти. Моцарт против Жидруноса Корчимарскаса. Напомню, один пенальти буквально недавно Жидрунос поймал. Посмотрим будет, что на этот раз. Баскаков успокоил всех участников матча. Убедился, что все они за пределами штрафной находятся. И внимание дуэли. Разбегается Моцарт. Коснулся мяча Корчимарскас. Но от руки мяч все-таки через штангу залетает в ворота. 3-2. Спартак выходит вперед снова в игре против московского Динамо. В этих злополучных лужниках для бело-голубых. Что творится на спартаковских ситарах, понять просто невозможно. Давайте еще раз посмотрим. Угадал Корчимарскас. Если поставил руку пожестче, давайте посмотрим. Нет, чуть-чуть не достал. Вы знаете, не достал. Ну что ж, 3-2. 3-2 и играть еще. 50. 50-й гол Спартака в этом чемпионате. По этому показателю красно-белые значительно опережают всех остальных соперников российскому первенству. Правда и пропущено.